Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на послание к Титу. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. У древних мужей вся жизнь была деятельна и полна подвигов, а у нас не так, но полна ленности. Те знали, что они для того и пришли в мир, чтобы трудиться согласно с волей давшего им бытие. А мы, как будто родившиеся для того, чтобы есть, пить и веселиться, не думаем ни о чем духовном. Говорю это не об апостолах только, но и о тех, которые были после них. Они, как видишь, ходили везде, преданные этому как своему единственному делу, и всю жизнь проводили в чужих странах, как бы не имея на земле родного города. Послушай, что говорит блаженный Павел. Для того я оставил тебя в Крите. Разделив между собой вселенную, как бы один дом, они управляли всем и заботились обо всем, приняв на себя один одну часть, а другой другую. Для того, говорит, я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное. Неповелительным образом требует от него этого. Чтобы довершил, говорит. «Видишь, как душа его была чиста от всякой зависти, как он всегда искал пользы поучаемых, не разбирая, будет ли она достигнута им самим или кем-нибудь другим. Там, где была опасность и великое затруднение, он исправлял все сам личным присутствием. А что доставляло более чести или славы, то поручает ученику. Именно рукоположение епископов и все другое, что имело нужду в некотором исправлении или, так сказать, в большем упорядочении. Скажи мне, что же это говоришь ты, чтобы он исправлял твои действия? И ты не считаешь этого унизительным и постыдным для себя? Нисколько, говорит. Так как я имею в виду только общую пользу, мной ли будет сделано или другим, для меня все равно. Таким должен быть предстоятель церкви. Искать не своей чести, но общей пользы. И поставил, говорит, по всем городам пресвитеров. Здесь он разумеет епископов, как мы сказали в другом месте. Как я тебе приказывал, если кто не порочен. По всем, говорит, городам. Он не хотел, чтобы весь остров порочен был одному лицу, но чтобы каждый имел свою часть в своем попечении и наблюдении. Таким образом и для него самого облегчается труд, и над подчиненными будет больше наблюдения, если учитель не будет отвлекаться для предстоятельства над множеством церквей, но будет заниматься только одной и ее благоустраивать. Если кто не порочен, говорит, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Для чего он представляет такого человека? Он заграждает уста еретикам, осуждавшим брак, показывая, что это дело не дурное, но настолько честное, что при нем можно восходить даже на священный престол. Вместе с тем он укоряет людей невоздержанных, не позволяя после второго брака принимать эту власть. В самом деле, кто не сохранил никакого расположения к умершей жене, как может тот быть хорошим предстоятелем? Какому только не подвергнется он порицанию. Ведь все вы знаете, что хотя законами и не запрещено вступать во второй брак, однако это дело подвергается многим нареканиям. Апостол желает, чтобы начальствующий не подавал подчиненным никакого повода к нареканиям, потому и говорит, если кто не порочен, то есть если жизнь его свободна от нарекания, если никто не мог упрекнуть его в дурной жизни. Послушай, что говорит Христос. «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 23. Детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Заметьте, какую великую предусмотрительность обнаруживает он и в отношении к детям, потому что кто не мог научить своих детей, тот как может быть учителем других? Если он не мог устроить тех, которых с самого начала имел при себе и воспитывал, и над которыми имел власть и по законам, и по природе, то как он может быть полезным для чужих? Если бы не была велика беспечность отца, то он не допустил бы сделаться злыми тем, над которыми имел власть с самого начала их жизни. Невозможно. Поистине невозможно, чтобы тот, кто с самого начала был воспитан с великим тщанием и окружен попечениями, сделался злым, потому что грехи не таковы по своей природе, чтобы они могли быть сильнее такого попечения. Если же он считал воспитание детей делом второстепенным, заботясь только об имуществе и не имея о них такого же старания, то и поэтому он не достоин священного сана. Если там, где побуждала его природа, он имел так мало любви, или был так безрассуден, что больше заботился об имуществе, нежели о детях, то как он может быть возведен на престол епископский и на такую степень власти? Если он не мог воспитать своих детей, то достоин великого осуждения за ленность, а если не старался, то достоин великого осуждения за недостаток любви. Поэтому, кто не родит о своих детях, тот как будет заботиться о чужих? И далее апостол сказал не просто, чтобы он не был распутным, но чтобы не подлежал и неукоряемых в распутстве, чтобы не было о нем и молвы худой. Ибо епископ должен быть, говорит, не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца. Стих 7 Кто имеет внешнюю гражданскую власть, тот, как управляющий силой закона и по необходимости, справедливо, не всегда соображается с желаниями подчиненных. Ибо епископ должен быть, говорит апостол, непорочен. Как может учить других обуздывать эту страсть тот, кто не научил этому самого себя? Власть. 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 Не пьяница, не бийца. Здесь он разумеет, оскорбителем. Епископу следует делать все увещанием, а не порицанием и оскорблением. Да и какая, скажи, необходимость оскорблять? Надобно угрожать гиенной, усиливать угрозы, поражать. Оскорбляемый же делается более дерзким и презирает оскорбляющего. Ничто так не возбуждает презрение, как оскорбление, которое наносит боли обесчестия самому оскорбляющему, лишая его должного уважения. Слово епископа должно быть исполнено великого благочестия, при обличении грехов напоминать о будущем суде и быть чистым от всякого оскорбления. Если же кто-нибудь препятствует ему в исполнении должного, то нужно действовать со всей властью. Не биться, говорит апостол. Учитель есть врач душ, а врач не наносит ударов, но наносящего удары исправляет и лечит. Не корыста любец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Стихи 8 и 9. Стихи 9. Воздержан. Разумеет. Разумеет. От страсти и языка, и руки, и бесстыдного взора. Держащийся, то есть тщательно содержащему. Стихи 9. 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 Стихи 10. 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 Уча, говорит, чему не должно, из постыдной корысти. Нет ничего, чему бы не вредили эти страсти. Как бурные ветры, падая на тихое море, возмущают его все с самого дна, так что песок смешивается с волнами, так и страсти. Они, вторгаясь в душу, превращают в ней все вверх дном и ослепляют ее мыслительную способность, особенно страсть к славе. Презирать богатство нетрудно для того, кто захочет. Но чтобы презирать честь от людей, для этого нужно много усилия, великое любомудрие. Нужна душа, как бы ангельская, достигающая самой высоты небесной, потому что нет, истинно нет другой страсти, столь же сильной и всюду господствующей, в большей или в меньшей мере, но во всяком случае везде. Продумай до самого конца. И ты не найдешь там ничего. Представь, какой она причиняет вред, каких и скольких лишает благ, потому что для нее ты подвергнешься трудам и опасностям, а плодов и наград от нее не получишь. Вспомни, что между людьми, достигшими славы, есть очень много злых, и презирай их славу. Поразмысли о каждом из них, кто он, и увидишь, что эта слава достойна смеха, что она скорее позор, чем слава. И после этого возводи ум свой к горнему зрелищу. Когда ты, делая какое-нибудь доброе дело, думаешь, что нужно показать его и людям, ищешь каких-нибудь зрителей этого дела и стараешься быть видимым, то вспомни, что тебя видит Бог. И истребишь в себе всякое такое пожелание. Отрешись от земли и устреми взор к зрелищу небесному. Люди, если и похвалят после, будут хулить, будут завидовать, будут вредить. Если даже и не сделают этого, то не принесут совершенно никакой пользы тому, кого хвалят. Но не так у Бога. Напротив, Он радуется, восхваляя наши добрые дела. Ты хорошо сказал и удостоился рукоплесканий, но что польза от этого? Если рукоплескавшие получили пользу, изменились, сделались лучшими, отстали от прежних пороков, то поистине нужно радоваться не похвалам, а доброй и чудной перемене слушателей. Если же они, постоянно воздавая похвалы, продолжая шуметь и рукоплескать, сами не получают никакого плода от этих рукоплесканий, то скорее следует скорбеть, потому что это послужит к их осуждению. Но ты получаешь прославление за благочестие. Если ты истинно благочестив и не сознаешь за собой ничего худого, то нужно радоваться не потому, что ты кажешься таким, но потому что ты действительно таков. Если же ты, не будучи таким, желаешь славы от людей, то вспомни, что не они будут судить нас в последний день, а тот, кто в точности знает наше сокровенное. Если ты, сознавая за собой грехи, всеми почитаешься чистым от грехов, то не только не следует радоваться этому, но скорбеть и горько плакать, представляя непрестанно тот день, в который откроется все, в который Бог осветит скрытое во мраке. Первое послание Коринфянам, глава 4, стих 5. Тебе воздает честь, отвергни ее, зная, что она делает тебя должником. Никто не воздает тебе чести. Нужно радоваться этому, потому что Бог поставит тебе на вид, между прочим, и то, что ты пользовался честью. Или ты не знаешь, что, между прочими, благодеяниями Бог ставит в укор и это, когда говорит через пророка «Из сыновей ваших я избирал в пророке, и из юношей ваших в Назареи». Книга пророка Амоса, глава 2, стих 11. Таким образом, ты получишь ту пользу, что не будешь придан большему наказанию. Кто не получает чести в настоящей жизни, но терпит презрение, не пользуется никаким уважением, но подвергается оскорблению и унижению, тот, если не приобретает ничего другого, то, по крайней мере, освободится от ответственности за получение чести от подобных себе рабов. Между прочим, он получает отсюда и другую пользу. Он делается кротким и смиренным. И если будет более внимателен к самому себе, никогда не станет превозноситься, хотя бы и захотел. Напротив, человек, пользующийся великой честью, кроме того, что делается тяжким должником, предается надменности и тщеславию, и делается рабом людей. Затем, по мере умножения людской власти над ним, бывает принужден делать многое, чего не хочет. Итак, зная, что для нас лучше, не будем искать почестей, и даже предлагаемые будем отвергать, а эту страсть отторгнем от себя и истребим. Говорю это и начальствующим, и подчиненным. Душа, жаждущая чести и прославлений, не увидит Царства Небесного. Это не мои слова, не от себя я говорю их, но Божественного Духа. Не увидит хотя бы и подвязалась в добродетели. Уже получают, говорит Господь, награду свою. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 5. А кто не получит мзды, тот, как может увидать Царство Небесное. Я не запрещаю искать славы, но славы истинной, той, которая от Бога. Ему, говорит апостол, и похвала не от людей, но от Бога. Послание к римлянам, глава 2, стих 29. Будем благочестивыми в тайне, не прикрывая себя спесью, притворством и лицемерием, снимем с себя овчую кожу, или лучше будем овцами. Нет ничего ничтожнее славы человеческой. Скажи мне, если бы ты увидел множество малолетних детей, точнее, грудных младенцев, то захотел ли бы себе славы от них? Так смотри и на всех людей в отношении к славе. Вот почему это и называется тщеславием. Видишь, какие маски надеваются играющими на сцене, как они хороши, как блестящи, как сделаны по самым строгим требованиям внешней красоты. Можешь ли ты указать мне такие лица в действительности? Нет? Что же? Возбуждалась ли в тебе когда-нибудь любовь к ним? Нет. Почему? Потому что это пустая маска. Она подражает красоте, а на самом деле не красота. Так и слава человеческая пуста. Она только подражает славе, а на самом деле не слава. Постоянно только одна слава – естественная, внутренняя. А это внешнее часто прикрывает безобразие. Впрочем, прикрывает от людей и только до вечера. А по окончании зрелища и снятия маски каждый является тем, что он есть. Поэтому не будем обращаться с истиной так, как на сцене, и с лицемерием. Скажи мне, что хорошего в том, чтобы быть на виду у толпы? Это тщеславие и ничто иное. Войди в дом. Останься один, и тотчас исчезает все. Ты пришел на площадь и обратил на себя внимание присутствующих. Что же далее? Ничего. Все исчезло и прошло, как рассеявшийся дым. И мы так пристрастны к вещам ничтожным? Какое безрассудство! Какое безумие! Будем же взирать только на то, как бы похвалил нас Бог. Если это мы будем иметь в виду, то никогда не станем искать похвалы от людей. Но если даже это случится, станем презирать, осмеивать, гнушаться. Настроим себя так, как бы мы, протягиваясь к золоту, схватились за грязь. Пусть не хвалит тебя такой-то. Этим он не принесет тебе никакой пользы. А если он будет порицать, то не причинит никакого вреда. От Бога же то и другое доставляет нам пользу или вред. А от людей все это тщетно. Таким образом, мы уподобимся Богу, который не нуждается в славе человеческой. Не принимаю, говорит он, славы от человеков. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 41. А это, скажи мне, разве маловажно? Когда ты не расположен презирать славу, то скажи самому себе, «Презрев ее, я сделаюсь подобным Богу, и тотчас станешь презирать ее». Раб славы не может не быть рабом всех и даже раболепнее самих рабов. Мы не приказываем того своим рабам, что она преданным ей. Она заставляет нас и говорить, и переносить постыдное и бесчестное. И особенно, когда видит нас послушными, тем более увеличивает свои требования. Итак, бежим, увещаю вас, бежим от этого рабства. А как, спросишь, мы можем сделать это? Если мы будем философски рассуждать о здешних благах, Если будем сознавать, что все настоящее есть сновидение и тень, а не что иное, то легко преодолеем эту страсть и не будем предаваться ей ни в мелочах, ни в главном. Если же будем допускать ее в мелких случаях, то легко подпадем под ее власть и в самых важных. Удалим от себя и источники ее, то есть безумие и низменность душевную. Если таким образом мы будем иметь возвышенные помыслы, то будем в состоянии и презирать честь от людей, и устремить ум свой к небу, и достичь небесных благ, которых, да сподобимся все мы, получить благодатью и человеколюбием Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. И ну притчу слышите. Человек некий бедомовит. И же насади виноград, и оплотом огради его, и ископа в нем точила, и создаст толп, и вдаде и делателем, и отыде. Егда же приближися время плодов, посла рабы своя к делателям приятий плоды его. И емши делателе рабов его, овага убабиша, овага же убиша, овага же каменьем побиша. Паки посла ины рабы множайше первых, и сотвориша им така же. Последи же посла к ним сына своего, глаголя усрамяться сына моего. Делателе же, видевши сына, реша в себе. Сей есть наследник, приидите, убием его, и удержим достояние его. И емши его, изведоша вон из винограда и убиша. Егда уба приидет господин винограда. Что сотворит делателям тем? Глаголоша ему, злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя. Глагола им Иисус. Не стили чли, николи же в писаниях, камень его же не вреду сотвориша зиждущие, сей бысть во главу угла. Глава 21, стихи с 33 по 42. Настоящую притчу Христос научает многому, что Бог с давних времен промышлял об иудеях, что они с самого начала склонны были к убийству, что приняты были всевозможные меры для их исправления, что даже по избиении ими пророков Бог не отвратился от них, но еще послал к ним Сына, что один и тот же есть Бог Нового и Ветхого Завета, что через смерть Христову совершено великое дело, что иудеи за крест Христов и за злодеяние свое понесут крайнее наказание, что будут призваны язычники, иудеи же отвержены. Притчу эту Христос предлагает после предыдущей для того, чтобы тем показать всю тяжесть и совершенную непростительность греха их. Как же и чем именно? Тем, что иудеи при всем об них попечении дали блудницам и мытарям опередить себя и притом так много. Рассуди же, как велико было Божие попечение о них и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам, обнес оградую, насадил виноградник и все прочее, а им оставил немногое, заботиться о том, что уже есть, и сберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено, но и при всем том они ничем не воспользовались, хотя многое и в большей мере получили от Бога. Так, когда иудеи вышли из Египта, Бог дал им закон, дал им город, устроил жертвенник и храм воздвигнул. И отыдя, то есть долготерпел, не всегда наказывал тотчас по преступлению. Под отшествием, разумеется, великое Божие долготерпение и посла рабы своя, то есть пророков, приятий плоды, то есть повиновение, доказываемое делами. Но они и в этом случае показали свою злобу. Не только после таких попечений о них не дали плода, что обнаруживало их недеятельность, но даже вознегодовали на пришедших. Если нечего было отдать, хотя были к тому обязаны, то им надлежало не досадовать и не негодовать, а умолять. Они же не только вознегодовали, но еще обогрили руки свои кровью и сами, заслуживая казни, предали казни посланных. Поэтому Бог послал в другой и в третий раз, чтобы обнаружилось и их злоба, и человеколюбие пославшего. Но почему Бог не тотчас послал сына? Для того, чтобы они почувствовали, как несправедливо поступили с посланными рабами и, отложивши гнев, устыдились его пришествия. Есть и другие причины, но пока займемся дальнейшим. Что значит слова «Еда како усрамятся»? Евангелие от Луки, глава 20, стих 13. Ими показывается не неведение в Боге, а только намерение обнаружить великость греха и его совершенную непростительность. Бог знал, что убьют и сына, и однако послал. Словами же «усрамятся сына моего» указывает, что должны они были сделать, потому что им должно было устыдиться. Так если и в другом месте говорит «Аще уба услышат» книга пророка Иезекииля, глава 2, стих 5, то не по неведению. Но что бы ни сказал кто-нибудь из людей безрассудных, что самое предсказание Божие невольно влечет к неповиновению, для того и употребляет такой образ выражения «аще уба еда како». Если они уже были непризнательны к рабам, то, по крайней мере, должны были почтить достоинство сына. Но как же поступили они? В то время, как им должно было прийти и просить помилования в своих преступлениях, они ведут себя по-прежнему, даже предпринимают новые злодеяния ужаснее прежних. На это и сам Христос указывает, говоря «Исполните меру Отец ваших» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 32. В том же обвиняли их прежде пророки, говоря «Руки ваши исполнены крови» Книга пророка Исаии, глава 1, стих 15. «И кровь с кровми мешают» Книга пророка Осии, глава 4, стих 2. «Также созидающие Сиона кровми» Книга пророка Михея, глава 3, стих 10. «Но они не сделались благоразумнее, хотя и дана им была эта великая заповедь неубиеши, а через нее велено было воздерживаться от многого другого, и много употреблено было других различных побуждений к исполнению ими этой заповеди. Но несмотря и на все это, они не оставили своего злого навыка. «Но что говорят они, увидев Сына? Приидите, убием Его» Евангелие от Луки, глава 20, стих 14. «Для чего и за что? Можно ли им было обвинять Его в чем-нибудь, великом или малом? Разве в том, что Он почтил вас и, будучи Богом, соделался для вас человеком и совершил бесчисленные чудеса? Или в том, что прощал грехи? Или в том, что призывал в царстве? Смотри, как они при своем нечестии крайне безумны, и как безрассудно их побуждение к убийству. «Убьем Его», говорят они, «И наше будет достояние» Евангелие от Луки, глава 20, стих 14. «И где намерены убить? Вне винограда». Видишь ли, как Христос предсказывает о самом месте, где будет убит? «И изведше убиша» Евангелие от Луки, глава 20, стих 15. По свидетельству евангелиста Луки, Христос Сам объявил, что надлежало им за это претерпеть. А они сказали, да не будет, но Он привел свидетельство. Воззрев, говорится на них, рече, «Что убописанное сие? Камень Его же небрегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, и всяк подый на нем сокрушится». Евангелие от Луки, глава 20, стихи с 16 по 18. Матфей же говорит, что иудеи сами произнесли приговор, но в этом нет противоречия, и то, и другое было. Они произнесли на себя этот приговор, а потом, уразумев смысл притчи, сказали, да не будет. И он возразил им словами пророка, уверяя, что это непременно сбудется. Впрочем, и в этом случае не указал им прямо на язычников, чтобы не раздражить их против себя, но намекнул, только сказав, «И виноград предаст иным». Евангелие от Луки, глава 20, стихи с 16. «Без сомнения он и притчу сказал для того, чтобы иудеи сами произнесли приговор, что случилось и с Давидом, когда он произнес осуждение себе, уразумев притчу Нафана. Суди же поэтому, как справедлив приговор, когда подвергаемые наказанию сами себя обвиняют. Потом, для того, чтобы они видели, что не только самая справедливость требует этого, но что давно уже предрекла эта благодать Святого Духа и Бог так определил, Христос приводит пророчества и обличает их, говоря, «Не стили чли николи же яка камень Его же небрегоша зиждущие, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен воочию нашию». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 42. «Он всячески уверяет иудеев, что они, как неверующие, будут изгнаны, а язычники приняты». Это дал Он разуметь и обращением с Хананиянкою, и избранием осла при входе в Иерусалим, и примером сотника, и многими притчами. На это же указывает и теперь. Поэтому Он и присовокупил «От Господа бысть сей, и есть дивен воочию нашию», давая тем знать, что верующие язычники и те, которые из самых иудеев уверуют, составят одно, несмотря на все их прежнее между собою различие. Затем, чтобы они знали, что все это нисколько не противно Божию совершенству, а, напротив, весьма сообразно с Ним и даже чудно, и поразительно для всякого, а и действительно это было несказанное чудо, Христос присовокупил «От Господа бысть сей». Камнем называет себя, а зиждущими – учителей иудейских. То же сказано и Иезекиилем. Зиждущие стену и помазующие неискусно. Книга пророка Иезекииля, глава 13 стих 10. Как же не Брегоша, когда говорили «сей несть от Бога»? Евангелие от Иоанна, глава 9 стих 16. «Сей льстит народы» – Евангелие от Иоанна, глава 7 стих 12. Так же «самарянин еси ты и беса имаше» – Евангелие от Иоанна, глава 8 стих 48. Наконец, чтобы они знали, что им угрожает не одно отвержение, указывает на самые казни. «Всяк подый на камени сем сокрушится, а на нем же падет, сатрыет и» – Евангелие от Матфея, глава 21 стих 44. Здесь Христос представляет двоякую гибель, одну – от преткновения и соблазна, это означают слова «подый на камени сем», а другую – «когда подвергнутся пленению, бедствиям и совершенной погибели», что ясно выразил словами «сатрыет и». Этим же он указал и на свое воскресенье. Пророк Исаия говорит, что он обвиняет виноградник, то есть народ. Здесь же порицает и начальников народа. У Исаии говорит он, «что подобаши мне сотворите винограду моему, и не сотворих» – книга пророка Исаии, глава 5 стих 4. А у другого пророка «Кое обритоша отцы ваши во мне прегрешения» – книга пророка Иеремии, глава 2 стих 5. «Также, люди мои, что сотворих вам, и лечим оскорбих вас» – книга пророка Михея, глава 6 стих 3. Так он изображал неблагодарность иудейского народа, что они за все его благодеяния воздали ему противным. Здесь то же самое говорит с большую силой. Не сам он является говорящим, «что подобаши мне сотворите и не сотворих», но представляет, что они сами произносят приговор, что все для них было сделано, и тем сами себя осуждают. Слова их «злых зле погубит и виноград придаст иным делателям» то и означают, что они сами на себя произносят самый строгий приговор. И Стефан укоряет их в этом, особенно нападая на них за то, что они, пользуясь постоянно великим Божиим промышлением о них, воздавали благодетелю совсем противным. Деяния апостолов, глава 7, стихи с 1 по 53. И это самое было ясным доказательством того, что не наказывающие, но сами наказываемые были виновниками неспосылаемой на них казни. То же доказывается и здесь, и как притчью, так и пророчеством. Христос не удовольствовался одной притчью, но привел еще два пророчества, одно Давидово, другое собственное свое. Итак, что же должны были сделать иудеи, выслушав это? Не поклониться ли Господу? Не удивляться ли Божией о них попечительности, явленной как в древние времена, так и после этого? Если никакое благодеяние не могло их сделать лучшими, то, по крайней мере, не надлежало ли им вразумиться, хотя страхом наказание. Но они не вразумились. Что же сделали они после этого? «Слышавши, — говорит евангелист, — разумеша яка о них глаголит, и ищущий его яти, убояшися народа, понеже яка пророка его имеяху». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 45 и 46. Иудеи, наконец, поняли, что Христос разумел их. Когда однажды они хотели схватить его, он прошел посреди их и сделался невидим. В другой раз явился и остановил решительное их намерение убить его, которым они мучились. И они, удивляясь этому, говорили, «Неси ли есть Иисус? Все, не обинуяся, глаголят, и ничесоже ему не глаголят». Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 25 и 26. Но теперь, так как их удерживал страх пред народом, Христос довольствуется этим и не производит чудо, как прежде, не проходит посреди них, не делается невидимым. Он не хотел везде действовать сверхчеловеческую силу, чтобы верили истине его в очеловечении. Но ни народ, ни слова Христа не вразумили иудеев. Они не устыдились ни свидетельства пророков, ни собственного своего приговора, ни мнения народного. Так совершенно ослепило их любоначалье, тщеславие и привязанность к временному.